Музыка Да, скажите, пожалуйста, какой это за процесс мобилизации конкретно? Конкретно процесс мобилизации полностью и досконально рассказывать не буду, но простой процесс. Процесс оповещения, прибытие военнослужащих в военный комиссариат, прохождение медицинских комиссий, предназначение по командам и отправка непосредственно в конские части. В данный момент в учебные центры для более обучения. И как быстро отправят люди туда, после того, как они сюда пришли? Люди, которые приходят сюда, буквально кто как пришел и кто как распределен. То есть за 10 дней кто-то может за один день, кто-то за два медицинскую комиссию проходит. После того, как они прошли, если их команда убывает завтра, то они могут и на следующий день поехать. То есть мы и смотрим на морально-психологическое состояние человека. В том плане, что может у него какие-то есть еще семейные проблемы, проблемы там личного характера, по кредитам там в банках. То есть он смотрит на какое время он там их быстренько сможет порешать и отправляется своей командой в конкретно, как я говорил, в учебный чат. А как обычно люди, которые подсветают, относятся к слушателям? Ну, мы стараемся призывать наиболее желающих. Стараемся. Призываем-то всех, но основной упор идет, так как такие, которые очень сильно хотят помочь, защитить нашу Украину. выгнать терроризм с нашей страны. Они, как правило, заменяют один двадцатерых, тех, которых, можно сказать, за поводки приведешь в военкоманду. Словно, один двадцатерых заменяет, это точно. Это уже доказано. То есть вот в таком плане как бы. А если кто-нибудь не хочет слушать, не это делает, что тогда с ней? Ну, кто-то не хочет служить, но обратно же, если он по медкомиссии проходит и признан годным, да, не хочет, но деваться некуда. То есть, как бы, Родина зовет, если было написано хочу-не хочу, как были предыдущие там мобилизации, где были объявлены конкретно, говорили, добровольцев только призываем. Это мобилизация, как бы, уже принудительного характера. То есть вот такое. А если все-таки отказались от человека, он в тюрьму или что случится? То есть, если официально он отказывается служить и так далее, то есть мы передаем дела в прокуратуры, в органы внутренних дел. И какое они решение, они уже начинают расследовать, следственные органы начинают это все расследовать. И, естественно, судом уже определяется. Статьи есть разные. Есть от двух до пяти, есть штраф. То есть все зависит, какой характер преступления. А сейчас тем, которые отправляют учебу и потом в фронт, какие советы вы им даете? Ну, в первую очередь, я всем, которых отправляю по частям, я всем даю сразу свой мобильный телефон. Личный мой. И сразу им говорю, что если какие-то там, ну, кто-то там где-то не накормит кого-то, кого-то где-то не отделят или еще что-то, чтобы они звонили мне, я по своей линии командования, потому что это мои люди. Я их призвал, это мои люди, и я несу за них ответственность такую же, как и тот командир, которого непосредственно они уже служат. Я им это даю, то есть, и как бы настраиваю на то, что я им не говорю, там, не обещаю золотых гор, там, но говорю, все, что в моих силах, я буду поднимать, добиваться до конца. В плане обеспечения, потому что, если нет обеспечения, моральный дух солдата падает, офицера падает, то есть надо, чтобы они видели, что о них заботятся. На данный момент я соглашусь, что о них хорошо заботятся, но на всякий случай всегда дают телефон. Все может быть, может повернуться в другую сторону и так далее. Не, на данный момент не звонили, так как я просто недавно на должности, только с 19 января. Да, и 20 января уже началась мобилизация. Вчера была только первая отправка, они только доехали до своей учебной части. То есть вот такое. Естественно, как бы первый день их еще сразу начнут там одевать, то пока что никто не звонил. И дай бог, чтобы никто не звонил, это буду я знать, что у них все хорошо. Я там определил старших групп, кто куда едет, чтобы они мне там раз в месяц позвонили, рассказывали мне, что там, как у них, где они, что они живы, здоровы. То есть вот как бы мы определили в плане морально-психологического духа, то есть чтобы они знали, что у них ждут. Так же самое, телефон дал их родственникам, которые приходили на отправку их. Потому что бывают такие вопросы, что им, допустим, стыдно будет позвонить военкому, о чем-то там сказать. А родственнику они могут это сказать. То есть родственники уже для этого я и сделал, чтобы знать всю реальную картину, как мои люди себя чувствуют в армии. Я правильно понимаю, что вы очень сильно чувствуете ответственность перед этим людям? Ну, честно скажу, да. Я уже не буду, даже слезинка прокапывается, но ответственность я чувствую. Я сюда прибыл 19-го, я первым, что я узнал, это что призывность нашего военкомата, у нас три человека погибло в боевых действиях, все три пограничника на границах. Вот это, допустим, как бы я уже знаю, и как бы не хочется мне хоронить ребят. То есть из-за этого, конечно, я переживаю и так далее, как все, в принципе, и родные, и соседи, ну, в принципе, как вся Украина. То есть вот так. Как вы узнаете, что ребята, которые вы призывают, они не пророссийские, а устроенные, как бы? Ну, первое, это то, что они пришли сами. Второе, даже я уже знаю таких людей, вот он приходит и говорит, я там пророссийский настроен, но когда он едет с нашими товарищами, ну, он один из десяти, допустим, а когда их десять едут, они становятся как семья, и меняется все полностью. Особенно те, которые туда только поедут, увидят картину реальную. Меняется все, отношения сразу. Вот как. Я не хочу сказать, может кто-то там приходит добровольцем и кричит, я за Украину, а в реальности там это, я не могу узнать, как бы вот так. То есть мы проводим там тесты, но всегда можно это все там где-то, но в принципе, я же говорю, меняется все. То есть, которые у нас, мы призываем, они в принципе все украинские. Ну, вот есть много в данный момент, именно вот взять, если Харьков, просто здесь немножко другая, я так понимаю, политическая обстановка, то есть, как бы такая она, жесткая, не такая, как там в Киеве, там, где люди уже знают, что они хотят, хотят изменить там жизнь, здесь немножко вот как-то все по-другому. И вот многие ходят там с флагом Украины, кричат «Слава Украине!», а как только приносят повестку, убегать, текать, то есть вот, и я вот не пойму вот таких людей. То есть, как бы вроде он как герой ходит здесь, а как дело доходит защитить свою родину, убирает. То есть, ну, есть такое. Было же тоже в связи офицеров тогда, когда заватыли, например, Крым, те, которые пришли, или перешли в сторону России. Ну, я не знаю, как им там перешли. Я вот, когда был в Одессе буквально месяца два назад, я так понял, что военные прокуратуры уже запросили какие-то списки на тех, кто там остался. И это надо было, ну, я думаю, что надо было это делать еще давно. То есть, ну, как бы так. Ну, я понимаю, что мы их сейчас оттуда не заберем никак, но в любом случае у многих там родственники в Украине остались. То есть, как-то им сделать, то есть, ущемить за их действия. Вот, я думаю так. Ущемить это в каком плане? То есть, если они выезжают, допустим, в Украину, то есть, в любом случае, в Ердере должно уже быть, что он там не прибыл, там, на службу, там, или, ну, причины, то есть, почему он не выехал. То есть, чтобы что-то было, потому что офицеры, которые выехали, они ждут решения, как бы, что с теми, а те, получается, остались там. Не знаю, как бы не созванивался уже, даже не знаю, наверное, уже будет, правильно, скоро будет. Я выехал 4 апреля, мы группой скооперировались, и выехали, люди выезжали. И вот уже скоро будет, вот, ни с кем не созванивался, даже не знаю, как у них там дела. То есть, все вижу через вас, через СМИ, и так далее. Хотя СМИ уже тоже, чуть-чуть уже, лучше у людей спросить, чем в этом плане. Хорошо, спасибо. Спасибо, что вы нашли время. Все, не за что. Редактор субтитров А.Семкин